У меня не знаю, понимание, что это просто лучшее, лучшее мои. Да, через людей к тебе приходят ответы, через тебя приходят ответы другим людям, да, то есть ты как инструмент рук от Божьих. И, в общем, я тоже, я надеюсь, что я была в том числе источником ответов для многих прекрасных любимых, и для меня многие, я общалась в основном, я заметила на каминах, с людьми, которые гораздо старше меня, то есть в 60, за 70 лет такие товарищи. И причем все были в такой прекрасной физической форме, что вначале, вот когда я познакомилась с Пией, например, Пия прекрасная датчанка, она там путь, теперь шелест, она спортсменка, в общем, она шла к Кубина первый раз с мужем, в португальский путь и второй раз вот этот, и она шла с такой скоростью, я еле поспевала, ей навек лет 40, такая блондинка, и она мне сказала, что у нее четверо детей, девять внуков, я такая, боже, а сколько же вам лет, потому что вам лет 40 на век, а только 62, ну то есть невероятно что-то, и настолько вот очень много на камина идет хиллеров, йога-тинчеров, этих каких-то людей, конечно, сидели за столиком, да, психотерапевты сплошные все собрались, и они говорят, мы здесь, чтобы научиться чему-то, постичь какие-то истины, чтобы потом с другими делиться и другие вдохновлять на подобные, скажем, даже перегремяешь, да, в общем, было судьба всегда, и у меня столько друзей теперь и в Америке, но до этого было много, но сейчас камина, как мы называем друг друга, камина панели, да, то всегда, кто-то ты чувствуешь, что там, например, австрийский Рональд меня все время подкармливал, очень ненавязчиво, Ольга, смотри, какой у меня салат, тебе нравится? да, давайте такой же закажу, давай, давай, вот, ну, то есть как-то вот, аааа, а ты уже завтракала, нет, давай, короче, кофе Американа, ты же русская, а почему же пьешь Американа, ну, в общем, все время меня встречал, в те моменты, встречался мне в те моменты, когда я голодна, все время меня подкармливал, вот, и мы с ним, да, да, и он тоже какой-то хилер, и тоже рейки, и, да, там было много открытий, например, всю ночь у меня болели ноги, а, еще такая, я шла и думала, every step, how to be mindful, короче, я хотела, чтобы каждый шаг был, ну, какой-то осознанный, да, но когда идешь, там, 30 км в день, это невозможно, казалось бы, быть все время здесь и сейчас, думаю, нет, это невозможно, но я помолила, чтобы так было, на следующий день, every step был very mindful, потому что это была такая боль, да, такая боль с каждым шагом, каждый шаг был просто, я думаю, как я пройдет даже 10 км, непонятно, то есть каждый шаг, мозоль на мозоли, там, знаете, натирается все, первые дни с непривычки, там, потом начинаешь обувь менять, многие опытные товарищи сначала полностью всю стопу обмазывают вазелином, потом одевают носки, чтобы было вот это скольжение, чтобы натиралось меньше, еще, пока я несколько первых дней этого не делала, поэтому были очень страшные мозоли, вот, и я думаю, да, вот о чем молилась, то и пришло, очень болезненный каждый шаг, very mindful, здесь и сейчас, и я поняла, что боль это тоже как инструмент, который тебя, который тебя приносит в это настоящий момент, многие люди тут с детьми, с разным возрастом, многие с семьями, кто-то на ослике, кто-то на лошадке, можно на велосипеде, когда я узнала, что на велосипеде можно, я почувствовала себя, они так раз, мимо пробегают, и ты понимаешь, что можно было так, да, да, мне было, но потом мне объяснили, что они же даже не пообщаются толком, когда ты идешь, ты можешь разговаривать, а там, представляешь, нужны навыки, особенно мне, девочки, чинить этот велосипед, если он сломается, да, в общем, я поняла, что, может, когда-нибудь, ну, какой-нибудь диспутей я проеду, но пройти пешку именно то, что надо было, вот, по поводу еще, вот, каких-то важных открытий, да, мне вообще показалось, что рай, это, это как раз, вот, образ рая у меня возник, это как раз, идти с кем-то, вот, очень, вот, как, с тем, кто близок по духу, и просто идти разговаривать везде, и тогда забываешь про километры, про все на свете, можно обсудить какие-то важные вещи, все открыты, все в настоящем моменте, и поэтому лучшие разговоры в моей жизни здесь случились, когда-то в моментах. У нас нету лайв-стриминга? Нет. Нет, не важно, главное будет запись, да. Что еще? Там невозможно заблудиться, потому что кто-то говорит, он уже не гиб, организуйте, у меня несколько человек написали, организуйте поломборчество, я говорю, ребята, ну, зачем, потому что там по стрелкам идешь, и там, правда, не заботишься, там ракушки и желтые стрелки, даже, ну, копичные кретины, как я, ну, никто никогда не согласился. Было несколько моментов, бывает, что стрелка выложена камешком, очень романтично на дороге, в общем, какие-то такие моменты. Были совершенно волшебные дни, когда один день я прошла 50 километров, и это был хардкор, и это был самый волшебный день тоже. А, как канадец, канадец меня накормил, там, в завершении истории, накормил, заплатил за какое-то место, и еще дал 50 евро. Я говорю, ты портишь весь мой эксперимент безденежный. А он такой, говорит, возьми, это будет emergency money. For emergency. Я такая думаю, ну, да, взятое может быть. Ну, ладно, тем более, он от всего сердца предлагает и отказаться, и обидеть его. Думаю, хорошо, я с благодарностью принимаю вот такой жест, женой мерзкий. И на самом деле на следующий же день наступила emergency, потому что там 50 километров я шла, совершенно бесил, был дождь, был дождь, устанавливать палатку, еще искать место, для нее не было просто никаких сил. Мечтал только о души и поспать, и спала потом 10 часов. И 7 евро потратила за какое-то место, и повторила этого канадца тысячу раз. Вот, Захарей, привет. Да. Вообще, потом настолько привыкаешь ходить в такие расстояния, 10-20-30 километров, это даже по городу уже потом, это ничто. Очень многие идут именно в этот мидитативный момент, очень важный, да. Поскольку ты идешь столько километров, очень часто все-таки ты идешь один. Ты, у меня в мидитуре мидитации достигалась до того, что я растворялась, не казалось, что я растворялась вообще в методе пейзажа, настолько, что потом это, как это, несколько минут требовалось, чтобы вспомнить, кто я, где я, как меня зовут, что я вообще здесь делаю. Вот только, настолько, настолько ты растворялся, вот, я говорю, ты становился частью пейзажа, и потом такой вообще, ну, как, немножко как животное себя ощущает, да, то есть, когда ум совершенно встречается. Да, да. Сколько часов без прорубления? Да, получалось, получалось, вот этот monkey mind, остановить, да, получалось, да, как это по-разному называется, ну, вы поняли, о чем я, да, и это, на самом деле, unbelievable. То есть, это, после рудов, по-моему, все время в таком состоянии находишься, да, и дети, кстати, да, дети помогают всегда быть в настоящем молитве, дети мои, учителя в этом смысле, и вот это вот, когда идешь, и просто ты растворяешься, как часть молитвы, как часть этого универса себя ощущает, да. И, да, какие-то вот глобальные открытия внутри себя, какие-то вот вопросы, на которые я искала ответы, которые были активны, они все пришли, все, вот этот приемник, он начинает работать лучше, и ты реально какое-то вот божественное начинаешь слышать, и все это, поэтому я вела дневник каждый день, он не успевала записывать все, что мне приходит, и на самом деле, очень было, каждый день много приключений вот таких, которые можно писать словами, но внутренних приключений было еще больше, и порой есть слой для них, ну, всегда было просто добрые слова для них, да. Хороший день. Да, дневник вести, ну, всем рекомендую, ну, конечно. Да, настолько прокачивается толерантность, потому что ты спишь в альберге, я говорю, 200 человек в комнате, кто-то крапит, кто-то кашляет, то есть, кого-то готов убить уже потом, да, потому что, ну, настолько ты начинаешь любить, например, с начала дня одного я шла с испанцем, я думаю, о чем, надо скорее, короче, пойти одной, хотелось, я вообще любить одна, то есть, некоторые люди думают, что, ну, что у нас общего, о чем мы вообще можем говорить, на самом деле, у нас гораздо больше общего, чем мы можем предположить, например, этот же испанец, божарник, с которым я поначалу казалась так скучной, надо поскорее его обогнать, мы с ним провели прекрасный, почти весь день, то есть, я его учила английскому, он меня испанскому, он оказался yoga teacher, и мы нашли, ну, по своим каким-то причинам, был семейный, мы нашли с ним скуча, то есть, поначалу, кажется, ну, да, ну, не стоит, надо пойти-то быстрее, но потом, до сих пор мы в WhatsApp общаемся, до сих пор благодарны друг другу, короче, никогда не знаешь, да, что там у нас. Да, вообще, сила молитвы, о том, что я, как человек, который, ну, всегда старается там утром проснуться, поблагодарить вообще за запах того, что я проснулась, и спасибо за то, что я здорово, все мои близкие живы, и особенно на каминах, когда ты молишься, так, просто идешь-идешь, твоя вода закончилась, и следующие, может быть, несколько километров без воды, а ты реально уже хочешь сидеть, ты молишься про воду, ты встречаешь, через 5 минут или через 10, ты оказываешься в оазисе, где не только вода, как и соки, какие угодно, фрукты, какие угодно, это все бесплатно, что-то какие-то такие чудеса. Например, я видела, как люди идут с двумя палками, я попробовала, на несколько минут там позаимствовала, я поняла, что две палки, это как еще две дополнительные ноги, это очень круто. Я пожалела, что у меня была одна палка, да и то я ее потеряла. И я давай молиться, чтобы у меня было две палки, я уже почувствовала, это magic, magic of the way, и я подумала, придут. И на самом деле, через пару дней я остановилась в Альберге, и так получилось, они выкинули мой посох, потому что мой посох выглядел даже не как посох, ну просто палка, как крабеж, как мусор, они его выкинули, я говорю, где же мой посох? И вот такой побежал, вернулся, принес мне две новые палки трекинговые, говорит, это тебе подарок от нас. А я думала, я же молилась об этом уже два дня, я прям мечтала о новых палках. То же самое было с обувью, хорошо иметь вторую обувь, потому что одна натирает в одном месте, лучше иметь другую, которая будет в другом месте натирать, но все-таки в каком-то новом. Вот, и я такая, я уже подумала, наверное, ну, наверное, как-то получится, что кто-то мне подарит вот эти вторые кроссовки. На самом деле, такие получились, тоже там совершенно логичные девочки, у которой 36-й, у нее оказался дополнительные кроссовки, и даже я не спрашивала, она такая, тебе, никому не нужны, ну, типа, 38-й размер, ну, вот, в общем, твой размер, мой любимый цвет зеленый, да, в общем, это было для меня, я такая, ну, нужны, конечно, да, в общем, все какие-то такие мелочи, казалось бы, да, но на самом деле они были, они очень много значили, особенно, когда ты, ну, то есть, посылаешь реквест во вселенную, как я говорю, да, и тебе тоже прилетает это через, бывает, через пять минут. Конечно, конечно, это pure magic, это чистая магия. Что еще? Такое, так же. И в Индии часто, так, да. В Индии, поэтому я приготовила список из 100 желаний, в Индии через две недели, целый месяц. И на Бали, и на Бали. Есть такие места силы, которые и на пути всегда вот так. Хотя у меня весело, это то же самое. Да, да. Просто это даже от тебя зависит, когда ты нещаешь и питаешься. Да, да, да. Ты переключаешься вообще головой, потому что, да, ну и мы с ним шаблоны. Мы как лоботы ходим, да? Да, да, да. Обычно мы проходим, мы с дозой. На самом деле, на самом деле, каждый день. Он теряется. Да, да, да. Ну, а видите, мы здесь сейчас, мы с тобой все можно сюда. Точно, точно. Новое место, как Каэль писал тоже, оно, мы как, рождаемся с самого, каждый раз, новой семьи, да? Да, да, да. Аутос, Комбард, да. Да, 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 да. И поэтому вообще жить, как ты живешь на каминах, как в любом путешествии, как в Пилигримиче, то есть, по сути, надо жить с такой же интенсивностью, как мы живем, вот когда мы путешествуем, когда мы какие-то такие невероятные вещи совершаем, да? То есть, по сути, надо стремиться каждый день это делать. И, в принципе, камина, оно прокачивает вот это вот здесь и сейчас. Потому что люди мне порассказывали, как они живут, они там офисное рабство работают, они просто, люди начали говорить, что они там третий, четвертый, кто-то двадцать четвертый раз делает этот пилигримич. Я думаю, вы с ума сошли за час, а второй раз. А потом они мне порассказывали, как они живут обычной жизнью. И я поняла, что на каминах они ценят, на этом пути Сантьяга, они ценят именно, что они сейчас, в настоящем моменте, что они вот, когда ты присутствующий, ты счастливый практически автоматически, да? Поэтому они, конечно, любят возвращаться в этот момент, потому что с их офисной работой и в интернете все время сидят им не просто это сохранять, вот этот дзен. Да, очень важно, каждый день на каминах мне попадают мальчики, девочки, удивительные люди. И ты идешь целый день, и ты так взаимопроникаешься, ты влюбляешься по-человечески, так, да? И я там влюблялась каждый день, не преувеличу, да? И соноги, с большинством людей мы сохраняем контакт, и там в Фейсбуке, и еще уверена, что 10 раз увидимся в каких-нибудь уголках планеты. Планета маленькая, когда много путешествуешь, да? Но были моменты, когда, например, мой любимый бразилец, он там имейла не оставил. Мне кажется, он у меня влюбился, и решил, я когда его на Фейсбуке нашла, он даже с Фейсбука удалился, тут же, представляете? Вот, и я говорю, ну ладно, ладно. То есть, камина учит артов детачным, в том числе. То есть, легко сходишься, легко расходишься, будь благодарен за то, что ты провел целый день с этим человеком, вам было классно. То есть, вы друг от друга взяли, наверное, все, что можно было взять, да, да. И, может быть, да, вдруг, может быть, вы никогда не убить, кто знает, там, какая жизнь у кого-то короткая, у кого-то длинная. Больше артов детачный, это очень важный арт, когда ты не залипаешь на чем-то. И, как раз, вот, просветление мое, в том числе, благодаря Грихар Талле, заключалось в том, что я научилась любить, вот, как это, Каэль, я об этом пишу, я будем говорить в греке, назвали, это агапа. То есть, любовь, которая без желания присвоить, сделать свои, улучшить как-то, да, а просто любишь и благодарен за то, что человек этот существует на свете, да, и пусть, да, да, да. Если ты человек счастлив, это тебя делает счастливым автоматически, вот, как-то так. И я, как бы, и, на самом деле, это вот же дети, когда появились у меня дети, я, вот, Антон Мишнала, что называется, Грифром об этом тоже пишет, да, ты, в идеале, должен любить всех, как любишь твоих детей, я, не попреки всему, там, несмотря на что, мне кажется, я достигла этого уровня, и прям, и, а, и еще, почему? И я привыкла, что дети всегда со мной, и избыток этой любви, который через меня, поток этот идет, ничего страшного, сейчас побещу, да, да, закончусь мультики, вот, источник любви, этот, который через меня проходит, я всегда привыкла детям его отдавать, а тут детей целых два месяца их не было. И через меня эта любовь идет и идет, и мне же надо кому-то ее отдавать, но, к счастью, всегда находились люди, которым я могла подарить свою любовь и свои, свои технологии. Да. Тут, кстати, есть обратная сторона медали, вот, таких отношений, когда учишься не привязываться, поэтому большинство людей, которые, у меня, они одинокие, потому что они настолько привыкают к тому. Нет, я поняла, о чем ты говоришь, тут важен баланс, как, 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 дала-лама пишет, и все, мы говорим, здесь есть единый путь, да, это не то, что, арт оф детачмент, это не то, что ты совсем никому не привыклаешься, есть близкие люди, безусловно, просто те знакомые. Нет, все им нагрудения, потому что очень много таких людей, и на Пари, и на Таиланде, и они так до 60, до 70 лет так и живут. Если они постоянно в пути, если как бы их путят, если их путят, они постоянно путешествуют, когда они сами говорят, что да, мы очень переживаем, когда мы очень сильно раскрываемся и успускаемся, и потом мы знаем, что мы уедем, и они уедут. Нам потом действительно тяжело, это такое самосохранение. Баланс. Нужен важен баланс, да, то есть понятно, что есть там несколько человек, с которыми ты очень близко постоянно поддерживаешь отношения, а с некоторыми, ну, то есть, ну, просто, да. Я влюблялась на камины, в меня влюблялись, и это была такая, конечно, love, когда мы празднули день рождения, мы празднули, и это была семья, мы были из разных стран мира, нас было человек 10, и я там произнесла такую вещь о том, что смотрите, ребята, мы из разных стран, нам всем там кому-то 70, кому-то 20, кому-то 16, мы все такие разные, с разных религий, с разных, вообще, мы все такие разные, и все-таки, как мы коммуницируем, как мы сейчас празднуем день рождения, мы общаемся на уровне души, все мы понимаем, что на самом деле на уровне души мы все братья и сестры, мы все одна семья, и это все чувствовали, то есть вот настолько высокие вибрации, потому что, да, потому что перегремить, чем по-другому мне тоже быть не может, да, вот, и, да, например, один день тоже был интересный, рекордное количество километров, я прошла рекордные листы, всего 10, я шла-шла, я стартовала больше всех, когда там 8 часов альберги закрываются, и все обычно стартуют на 8-9, может, еще позавтракают, я в 11 стартовала, вот, и думаю, ну, я пойду одна, это классно, и через 10 километров я пришла в 1-й ю, 2-й ю, это хиппи-плейс, хиппи-плейс, я почувствовала себя дома, я почувствовала, что идти никуда не надо, а в этот день я еще решила идти в этих микки-маус, я поняла, что вообще мне срочно надо свой клоу-парк, потому что я люблю, когда люди там улыбаются, смешить людей, я думаю, все, это будет, ну, как бы, part time job, да, поднимать настроение, это классно, надо обучиться, и в этот день я одела эти микки-маусные уши, они у меня случайно оказались с собой, потому что с детьми там путешествовали, накануне, вот, и на самом деле, когда ты становишься, как бы, частью карнавала, ты карнавал, тебе притягиваешь, у меня так было в этот день, это волшебно, да, то есть, стоило мне одеть эти уши, я пришла в этот тредлюз, я поняла, что я дома, хиппи со всего мира, там тоже шли перекримичи, там заимки на несколько дней, а кто и недель, а кто и месяцах, вот, там тоже все бесплатно, задонатива, и мы там с ними танцевали, и все, они говорят, Ольга, сегодня саджон вечеринка, будешь, я буду, а вечеринка оказалась костюмированное шествие, мне досталась маска ведьмы огромная, и там было сложно дышать, сложно в ней передвигаться и даже, ну, там, пить, очень жарко, в общем, это было вот здесь и сейчас два часа, непрерывно здесь и сейчас, я была в центре огромного, как бы, celebration, я была центром celebration, то есть, и маска, мои все дети отпугивала, все ревели сначала, а потом, видите, через щелочку мои добрые глаза все менялись, все улыбались, все были счастливы, может, там, хай-фай, да, в общем, это такой был экспириенс, который я и желала пережить, и я еще раз убедилась, что вот арт, этот, клоун арт, и вообще, это вот с детьми, и как-то это все надо этому научиться, и, да, и делать это партайн-джопы, и ходить, там, в косписе или куда поселить детей, вот, то есть, я притянула этот карнавал, и потом нас ассоциация тех, кто организовывали, кто нам выдали маски, они нас вкусно накормили, бекетрианской пиццей, мы такие были все счастливы, все эти хиппи, с кем я остановилась и ночевала вот эту ночь в палатке на территории вот этой хиппи-плейс, и до сих пор мы все дружим, и тоже вот один чувак из Австралии, девочка из Бенгрии, в общем, мы до сих пор большие друзья, и у нас куча планов на следующее путешествие, вот, ну, один из моментов, да, то есть, в культурную жизнь Испании я погрузилась, сама того, как бы не желая особо, не то, что не желая, не ожидая, он везла в спокойной программе, вот, да, это, как бы, такие, наверное, основные моменты, которые я, может быть, есть какие-то, если вопросы, основные моменты, которые я осветила, на самом деле, ну, материала хватит на книжку, сейчас я работаю над книжкой, то, что я писала, не публиковала в соцсетях, это, как бы, маленькая вершина айсберга, и сейчас все моменты, которые глубокие, которые касаются внутренних приключений, я это пытаюсь как-то оформить, и мне понадобится, наверное, месяц, может, полтора, и хочу онлайн сделать книгу на донейшн, как на комитах, все для меня было на донейшн бесплатно, да, такие книги будет, кто-то захочет 10 центов заплатит, кто-то 10 не осуществляет, да, вот, ну, кто, есть какие-то вопросы, ребята, там, пишутся? Да, в основном на английском, и, кстати, первых двух русских я встретила девушек из Витера, они сказали, мы сбежали с чемпионата мира, я, он был любит для меня, это была часть праздника, вот, но они, они были такие немножко для питерцев очень закрытые, я там выбежала их, я слышала жару скулью есть, выбежала их там, обнимающему, руки вверх, первый русский, как-то светов, они были такие, как бы холодные сегки, я слышала, что это чурт-чурт одевают обычно так все, как, да, это было первой поездки вообще только приезжает, они, 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 вообще не говорили по-английски, и они, как-бы не так были меня рады видеть, как тяги, да, 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 ну, как раз, это была середина пути, как раз кто знает, что там мы с ними были, потом, потом, один из моих Он шел со мной по дням, он меня гонил, поил, плакал там за кровать. Мы с ним пели песни, гуляли, в общем, отлично проводили время. Люблялись, в общем, что там еще русскоговорящие. Куча народу я вдохновила посетить Россию, куча народу учила русский язык, ну там я проводила курс, на самом деле всего 10 слов нужно, чтобы выжить. Я учила этих 10 словам, которые просили множество, чтобы выжить. Вот, и мальчик, например, мой венгерский мальчик меня пропортовал, мы с ним собираемся на концерт в Эйнштайн, он вышится на дипломата, он меня пропортовал, чтобы вот они начали изучать русский язык. Там, конечно, много опций, но он стремится в Россию или в страну СНГ вот эти работы потом, и он говорит, все, я дудал русский, но сейчас сообщил с русского. А иранский мальчик, который влюбился в меня в прошлом году, он уже был очень русский, мы с ним встретились в Москве, мы с ним танцевали всю ночь там в Москве, и он прекрасно говорит по-русски через год, понимаешь. Он перевел книжку Антона Кротова на Кусицкий, и он стал вегетарианцем. И это все мое влияние, представляете, да? Вот. Я никого, я не так, и я сама не ожидала. Да. А, там был момент, что… Да. А, там был момент, что… Да. А, там был момент, что… Да. Да, да. Все эти чудеса, например, там был момент, когда… в Альберге, в Альберге, допускают, чтоб ты ночевала только одну ночь. на вторую ночь. Ну, ты же перегремишь, типа, иди. Вот. Я попросилась на вторую ночь, потому что там происходил музыкальный фестиваль, где они правят все дела, рок-н-ролл. Вот. И, на самом деле, мы очень здорово стучились хиты и наслаждались этой музыкой, но они мне сказали, строго нет, ты не можешь остановиться у нас. Я думаю, что же делать, что же делать. И я же уже знаю, как там стоить по кровати, то есть, как туда проникнуть. Там одноэтажная дверь видна, но через окно залезет, в конце концов. И в итоге даже залазить через окно не пришлось. Дверь была почему-то открыта, хотя там строго закрывается обычно в возрасте сети, очень часто. Вот. Дверь была открыта, я проникла, нашла пустую кровать и уснула там. Благополучно проснулась с утра. Моя ошибка, оказывается, была не закрыта. Ну, то есть, как была дверь открыта, так и ее оставила открыта. Она была по хорошему дверь закрыта. Вот. И что обнаружилось? Я как бы выхожу, еще не успела выйти из альберги. Полицейская машина. Все. А! Несколько человек. А! Одна тетенька застала в приборе, вот так смотрит на меня, как бы пристально. Оказалось, что ночью кто-то пробрался в альберги, дверь была открыта и пропала сумочка с документами, с деньгами. Вот. Я, конечно, была первой человек, который, ну, подозревается, потому что я не знаю, как. И мне удалось, я помолилась, что нет, геотеремат, и в этот раз, пожалуйста, ну, хочется портить эту машину. Быстро. Быстро, да. Вселенная. Вот. Кошечек не морит. Кошечек не морит. Кошечек не морит. Кошечек не морит. Да, я пошутила. В другой раз. Деньги. Батинская день. В общем, да. И все. В общем, не удалось увезнуть. А перед этим ты им просила, чтобы вся Вселенная послала денег? Да. Вселенная про деньги я не молилась никогда. Да. И деньги. И вот это. Да. То есть я просто молилась о том, чтобы все было хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.